Вдох жизни теперь и в садиках. Малыши с удовольствием выполняют дыхательные упражнения, разработанные специально для детей. У регионального социального проекта появился помощник енот-крепыш. Я им рассказала, что енотик-крепыш нам прислал письмо в детский сад. И в этом письме написал, что он делает каждый день специальное упражнение, чтобы не заболеть для физической формы, чтобы быть физически крепким. И предложил нам комплекс этот упражнение. Ребята, мы с вами выучим этот комплекс упражнений, чтобы не болеть? Конечно, да. Упражнения дыхательной гимнастики выполняют и учащиеся младших классов, общеобразовательных, адаптивных школ, а также детских домов. Физкультминутки во время уроков теперь стали еще полезнее. Они с удовольствием выполняют упражнения, тем более для них это, можно сказать, новинка, потому что не так давно мы начали это делать. У нас, мы знаем, что открылся в городе Омске, начался социальный проект, который называется «Вдох жизни». И презентация этого проекта у нас есть на сайте школы. Дети ознакомлены. Также у нас есть буклеты у детей, где они могут посмотреть правильность выполнения этих упражнений. Я хочу сказать, как полезна дыхательная гимнастика. Она очень полезна для легких, чтобы они не болели, чтобы они были здоровы. Если вы болели, то ее надо обязательно выполнять, чтобы восстановить легкие и так далее. Полезные упражнения, разработанные в рамках проекта «Вдох жизни» делают и на уроках физкультуры. Дыхательные упражнения дают силу. И научить детей правильно дышать, это тоже самое главное. Ну, вот мы решили подключиться к этой акции. Напомним, что региональный социальный проект инициирован областным Минспортом, разработан кафедрой теории и методики адаптивной физической культуры Сибгувка и поддержан правительством региона. Правильно уметь дышать – это не только остановление после перенесенного заболевания, но и профилактика его, чтобы не заболеть. Вот я очень хочу, чтобы наши дошкольники, наши школьники, во главе с педагогами, с учителями физкультуры научились правильно дышать, для того, чтобы им было легко учиться, чтобы им было интересно учиться, и чтобы ничто их учебе, их развитию не мешало. Буклеты проекта «Вдох жизни» волонтеры продолжают активно раздавать омичам. Недавно памятки с полезными упражнениями получили посетители катка на стадионе «Энергия». КОНЕЦ